Наказание за торговлю контрафактным алкоголем на территории Ненецкого округа необходимо ужесточить. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин, отметив, что ситуация с распространением нелегальной алкогольной продукции в округе набирает обороты. Только за месяц полицейские пресекли несколько фактов хранения и продажи безакцизной спиртосодержащей жидкости. В ходе последнего рейда стражи порядка изъяли 650 литров контрафактного спирта. Спирт на территорию округа привез житель Нарьинмара 1989 года рождения. Более полтонны алкогольного контрафакта он приобрел не в личных целях, а на продажу. Осуществлял ее реализацию на территории округа мелкими партиями в канистре около 4 литров. Продавец был задержан стражами правопорядка в момент реализации своего товара. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли 650 литров спирта. Жидкость отправили на экспертизу, устанавливаются производитель продукции и предполагаемые места сбыта. Результаты экспертизы покажут, безопасен ли этот спирт для жизни и здоровья людей. Сегодня российский рынок переполнен нелегальной алкогольной продукцией. По оценкам Росалкоголярегулирования ее доля более 40%. Приобрести контрафакт можно в интернете. Такая практика существует и в нашем регионе. Через социальные сети друг вокруг и таксистов алкоголь можно приобрести в любое время суток. Покупателей даже не смущает цена, которая может быть ниже реальной вдвое. Пикопродаж опасных подделок стоит ждать к новогодним праздникам, отмечают правоохранители. И убедительно просят население не приобретать алкогольную продукцию с неизвестным происхождением. Уважаемые граждане, если вам известны факты незаконной реализации алкогольной продукции, просим вас сообщать по телефону 43642 УМВД России по Ненинскому автономному округу. Пока полицейские ведут борьбу с алкоголем нелегальным, законодатели как на уровне федерации, так и на уровне субъектов борются с алкоголизацией в целом. За последние годы в Ненинском округе был принят ряд законодательных актов, направленных на борьбу с алкоголизмом. Еще в 2011-м законодатели ограничили время продажи крепкой алкогольной продукции с 8 часов вечера до 11 часов утра. В июле этого года парламентарии добавили к этим ограничениям запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории округа и установили дополнительное полномочие, согласно которым администрация округа может устанавливать дополнительное ограничение времени, условий и место розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу во время массовых мероприятий. Несмотря на все усилия законодателей, меры оказались неэффективными, а лишь активизировали деятельность нелегальных торговцев спиртным, и как следствие не привели к снижению числа пьющих. В пользу последнего аргумента говорят и рейтинги проекта «Трезвая Россия», согласно которому Ненецкий округ занял вторую строчку в рейтинге самых пьющих регионов. Как говорится в исследовании, данные регионы демонстрируют высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанная с потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя. Мы заняли почетное второе место, как самый празднующий субъект. Поэтому просьба, активизируемся все-таки по данной работе. Хорошо, Олег Владимирович, не сбавляем. И, как мы говорили, что Анатолий Васильевич в собрании сейчас смотрит, чтобы выйти с инициативой на федеральный уровень, и ответственность немножко усилить и за торговлю, негласную торговлю спиртным, подпольню, ну и тем более за изготовление всех этих суррогатов. Сегодня наказание за хранение и продажу контрафактной продукции предусмотрено Уголовным кодексом России. Максимум, который может получить нелегальный алкоторговец – шесть лет лишения свободы.